Ну что, друзья, следующее видео. Сегодня я расскажу про следующий этап, который ждал меня после укладки, соответственно, блоков. И изначально я хотел запихнуть каждый кусочек того, что я сейчас скажу, в отдельный каст, но я подумал, что, наверное, это будет все-таки один единственный каст, который вы сейчас, собственно, услышите. Сразу скажу, чего здесь не будет. Во-первых, отдельно касты с ценами я сделал уже потом, а после, так сказать, они будут лежать в самом конце. Второе, будет отдельно каст такой, он будет, скажем так, аргументированный, то есть с некой матчастью, с некими ссылками, как это называется, с пруфами, короче говоря, где я расскажу про выбор обратной засыпки. Это будет отдельный каст. И сегодня, сейчас я расскажу про дренаж и про то, как, соответственно, ну, что было у нас, какой экшен был после того, как мы обложили ФБС, и про то, как я засыпался. И про то, как мы, собственно, ну, давайте, наверное, уже саму укладку дренажа и исполнение гидроизоляции я расскажу, собственно говоря, отдельно. Поехали! Ну что, друзья, смотрите, так получилось, что у нас на чертеже был указан дренаж, но так как эта операция более такая, больше такая технологическая, то есть, конечно, ну, как правило, чертежи на дренаж никто не делает, потому что, в принципе, там есть стандарт. Ну, стандарт какой, то есть, да, что такое дренаж, давайте еще скажу. Смотрите, есть дренаж поверхностный, то есть, у вас на участке, часто вот кто-то видел, бывает, стоит вода, то есть, весной, какие-то есть лунки, углубления, там, не знаю, дождь прошел, снег растаял, там, еще что-то. Там, соответственно, стоит вода. Бывает еще такая тема, что вода может стоять с других участков стекла, там, от какой-то верховодки, там, я не знаю, вы там решили по весне зачем-то что-то полить, там, машину помыть. В общем-то, вот вода, вот это вот будет накапливаться и стоять. То есть, как вообще грамотно это делать, и, конечно, в перспективе я это планирую делать. В общем, есть дренаж поверхностный, причем, что интересно, есть еще много каналов на, там, Ютубе, тот же, на том же форум-хаузе есть такие ролики, где люди говорят про дренаж и путают два дренажа. Итак, вот сейчас мы раскроем секрет, потому что, ну, вроде бы, я не буду сейчас ничего говорить такого инженерно сложного, но тема очень примитивная, но почему-то все ее путают. Смотрите, есть дренаж поверхностный, то есть, для стока вот этих вот, там, сточных вод. Туда еще в этот дренаж часто делают что? То есть, то, что у вас стекает с крыши, вот, делают, ну, как сказать, ну, давайте я тупым примитивным языком таким расскажу. То есть, вот эти стоки, их в определенные желоба такие объединяют, и эти желоба пускают вот в этот канал поверхностного дренажа. Соответственно, на участке, ну, как правило, делают, стараются выполнить какой-то уклончик небольшой. Вот помните, я вам говорил, что я изначально делал это по съемку, и у меня получилось общий уклон участка, там, ну, порядка полуметра, может быть, меньше, там. Сейчас он, конечно, меньше, потому что ездила техника, все это, там, раздраконило. И, на самом деле, я сначала хотел его засыпать, и мне люди говорили, что не надо, не надо. Вот, правильно, что я его не засыпал, у меня как раз уклон участка в нужную сторону, и все, как бы, стекает к дороге. По-хорошему, потом уже, когда будет делаться отдельный, как бы, дренаж, именно вот поверхностный, по-хорошему, можно сначала как раз сделать такое дополнительное выравнивание, чтобы вот этот уклон поддержать. Соответственно, сам дренаж укладывается тоже, то есть, это обычные дренажные трубы, только канавка уже копается не как вот с пристенным дренажом, да, а канава копается, ну, там, на полметра. Да нет, какой полметра, там даже меньше, по-моему, а, да, полметра, полметра, полметра копается, да. Соответственно, канава, туда помещаются вот обычные дренажные вот эти вот трубы, то есть, перфорированные. Сейчас тоже про это расскажу, что это такое. И, ну, технология такая же, я сейчас эту же технологию, то есть, вот технология классическая, то есть, дренажная труба в обертке, щебень снизу, соответственно, тоже сверху засыпается щебень, внизу, там, ну, например, некоторые делают песчаную подушку. И, соответственно, ну, я не уверен, кстати, в чистые, но сейчас тоже про это скажу, про чистую дренажную подушку, проговорюсь тоже. Вот, труба, соответственно, все сверху засыпается щебнем, ну, и все, то есть, и это делается, выдерживается уклон. Уклон, как правило, делается как... Если изучать СНИП, уклон дренажной трубы на 1 метр должен составлять примерно 3 сантиметра. Все это примеряется, соответственно, нивелиром, ну, и дальше, соответственно, эти трубы, как бы, спускаются, направляются в какой-то общий СНТ-шный дренаж, и туда, как бы, все это отправляют. Есть, так называемые, пристенные, там, его очень называют фундаментный дренаж. То есть, он нужен для чего? Для отвода избыточной влаги, для отвода избыточной, значит, ну, наверное, в слово воды не совсем подходит. Давайте все-таки остановимся на слове влаги. От, соответственно, стенок фундамента. У вас, во-первых, смотрите, влага может образовываться от чего? Там. Если у вас не сделана отмостка, господи, вот, отмостка, сижу, о-о-о-о, короче, если у вас по-хорошему, вот, вдоль всех стен дома должна быть сделана отмостка. В идеале там делается скрытая отмостка и, ну, как бы, основная отмостка. То есть, вода, которая льет с крыши, там, капает, то, что, ну, льет дождь и ударяются от стены, по стенам тоже это как бы стекает, то есть, что желобов там как-то попадает вниз каким-то образом, да. То есть, в общем, вода у стен может скапливаться, может быть, там просто тень и снег там дольше тает. Опять же, тоже до таяния снега. Соответственно, вот эту воду отмосткой нужно, во-первых, отводить. Предположим, она либо у вас неграмотно сделана, либо маленькая, либо она, соответственно, ее пока еще нету, да, либо она там узкая, не знаю, то есть, разные причины. Вторая причина, это, разумеется, в глине, то есть, в почве есть какая-то вода, избыточная влага и вот эти два фактора, их надо, соответственно, от стенок отводить. Дальше какая технология? Смотрите, ниже, чем на полметра фундаментная подушка, роется канава. Ширина, как правило, полметра, глубина полметра. Дальше, туда кладется, ну, вот, как я понял, опять же, да, я не спец, как в идеальном отделе, туда кладется геотекстиль. Сверху насыпается песок. Почему нельзя просто положить песок? Ну, слой песка небольшой, там, 10 сантиметров, потому что его глина просто сожрет, его вымоет. Соответственно, ну, геотекстиль нужно подбирать, то есть, как его подбирать, какой плотности, смотрите в интернете, сейчас не скажу. Дальше сверху, соответственно, кладется там, опять же, 10-15 сантиметров щебня. Туда покупаются вот перфорированные трубы, сейчас я расскажу про это. Они есть там разных фирм, есть, соответственно, разной ширины. То есть, эта труба такая гофрированная, она гнется, соответственно, там прорезаны такие отверстия. Раньше люди сами покупали такие трубы, прорезали. И снаружи она обернута еще геотекстилем. Вот, соответственно, покупается вот эта труба. И дальше смотрите как. Сейчас есть компании, которые делают уже вообще всю фурнитуру. Наверное, что-то я так думаю, это видео только про дренаж я расскажу, потому что получается что-то очень много, а остальное потом все. Причем, смотрите, есть компании, там есть какая-то польская компания, я уже забыл ее название, и российские компании, которые делают фурнитуру. То есть, что это такое? Смотровые колодцы, лючки, нижние днища, соответственно, муфты для врезки в эти смотровые колодцы. Есть, продаются смотровые колодцы уже с врезанными муфтами, в которые нужно только подключить. Есть видео, как, соответственно, дренажные трубы, опять же, поищите в интернете, найдете, втыкать в эти муфты, как соединять. То есть, там, ну, муфты из себя представляют, в принципе, обычную, вот, санитарную, вот эту вот, для канализации муфту. То есть, такой, как соединительный уголок. Вот, есть заблужки там, соответственно, для вот этих вот муфт, трубы, то есть, все вот это вот есть. То есть, смотрите, как это все делается. У вас вокруг дома, то есть, как правило, ну, расстояние, опять же, максимум, там, от стенки полметра. Максимум, точнее говоря, метр, но, как правило, вот в этом диапазоне. То есть, ну, желательно где-то полметра от стены. Соответственно, вы вырыли канаву еще полметра, положили геотекстиль, слой щебня, положили трубу, сверху насыпали еще щебнем и геотекстилем вот так завернули. Все, потом сверху, чем рекомендуют засыпать, но это отдельная схема, она уже касается вопроса обратной засыпки, про это я расскажу отдельно. Как у нас получилось? Дело в том, что на чертежах был дренаж, но я думал, что, господи, мне бы хоть фундамент сделать, ну, хер с ним с этим дренажом. В принципе, смотрите, конкретно нам дренаж не очень нужен. Почему? Потому что у нас нету подвала. То есть, блоки ФБС уходят, во-первых, значительно ниже, чем глубина промерзания. У нас нету никакого подвала, у нас полы по грунту, у нас, то есть, смысла, в принципе, в этом нету. По-хорошему даже нету смысла и в внутренней гидроэзоляции, и во внешней. То есть, в данном случае бетон воды не боится. То есть, от льда это никак его не защитит. То есть, отводить по-хорошему там воду оттуда смысла, на самом деле, никакого нету. Потому что, ну, этим блоком, на самом деле, ничего не будет. Потому что, опять же, с внутренней стороны, как бы, тоже земля. То есть, блоки упираются, по сути, в, как бы, в блоки. А сам по себе фундаментный блок, то есть, сам себе бетон, он на сжатие работает очень хорошо. Поэтому никаких проблем там, ну, хорошим, да, по идее, быть не нужно. Но мы решили перебдеть и все равно сделать, значит, дренаж. Но так как мы это, потому что остались какие-то деньги. Но так как мы решили это сделать в последний момент, то есть, вот уже все, мы положили блоки, начинались холода, то все это было лихорадочно. Я пересмотрел сотни видео, как это делать, значит, дренаж, и решил сделать его сам. Первое, я решил купить нивелир, выставить все точки и вот этот угол выдержать. Но для того, чтобы это все положить, нужно было, соответственно, выкопать траншею. Сразу говорю, вы все видели мое видео про дренажные насосы. Так вот, вся вот эта канитель, она тянулась где-то там неделю. И всю неделю я мучился, я приезжал практически каждый день после работы, откачивал воду и пытался сам засыпать вот уже внутреннюю часть фундамента. Я пытался сам засыпать, потому что, ну, мы вызвали экскаватор, и экскаватор сгреб часть нашей земли и покидал ее вовнутрь. Но сделал это достаточно криво, и все это приходилось вручную откапывать. Решили, что я начал позвонить по всяким конторам, и параллельно своему вот этому бригадиру, который нам клал в ФБС, попросил его найти ребят для покупки траншеи. Длилось это неделю, то есть, он меня кормил завтрами. Да-да-да, вот там все, уже нашел ребят, сейчас они тебе позвонят. Да-да-да, нашел ребят, сейчас они тебе позвонят. В итоге так мне никто не позвонил. Прошла неделя, шла вторая. В интернете тоже что-то, ни один телефон не отвечал. Я бегал, искал в интернете какие-то компании, которые занимаются копкой, но либо никто не отвечал, либо когда люди слушали задачу, они отказывались. В чем была задача? То есть, нужно было не просто на земле выкопать полметра глубиной траншею, нужно было копать траншею возле блока ФБС в яме глубиной 3 метра, и через эти 3 метра, через эти блоки, надо было мокрую глину перебрасывать внутрь. Вы понимаете, да? В итоге я позвонил. Начались уже дожди такие, ливни серьезные. Я позвонил вот этим вот, все вот этому Равшану. Я вам про него рассказывал, я встретил его у рынка в Чехове. Он приехал, посмотрел, сказал, все, в выходные мы приедем, короче говоря, оставьте нам лопаты, там вот спрячьте их под бытовку, мы приедем, все, откопаем. Ну и что вы думаете? Как раз были два дня солнечных, а я думаю, ну отлично, наконец-то мы сейчас приедем, у нас готова уже траншея. Причем я им сказал, что копать нужно с определенным уклоном, его нужно выдержать, промерить. Ну и что вы думаете? Соответственно, я приезжаю в понедельник, никого нет. Я звоню Равшану, там я просто в ярости. Да, причем что еще? Он еще где-то дня 3 телился. То есть, ой, вы знаете, мы посмотрели, там очень дорого копать, вот за 600 рублей, типа куб, или что там, за 600 рублей метр, по-моему, мы копать не будем, я уж не помню цены. Короче говоря, он назначил цену порядка 60 тысяч, все это перекопать. Я уже готов был заплатить, хер с тобой, только выкопай. Нет. И я как бы понимаю, что вот я приехал в понедельник, мне нужно класть дренаж, а ямы нет. Ну и что вы думаете, в общем, мы с батей, ну точнее, батя больше так, для вида стоял. Я взял лопату, я тогда еще заболел, у меня началась температура, и вот я тухлый, ну не тухлый, какое здесь слово лучше подобрать, тощий вот такой вот дрищ взял лопату и, значит, 44 погонных метра бросать мокрую глину, которая вообще не поднимается, просто мокрая, но она тяжелевая, представляете себе, с там совковой лопатой бросать на высоту 3 метра, копать, бросать и выкопать вот полметра. И что вы думаете, в итоге я это сделал? Когда я окопал, раскопал полностью, да, ну естественно, нам немножко помог, то есть там не надо было не все 44 метра копать, а перед домом немножко нам помог экскаватор, чуть-чуть все-таки копнул узким ковшом, немножко прокопал, пролез, но большую часть все равно пришлось копать лопатой. Ну, естественно, сказать, что я заколебался, не сказать ничего, но вы представляете, в тот момент, когда я это проклял, да, я сэкономил эти 60 тысяч, точнее, в тот момент, когда я это закончил, я сэкономил эти 60 тысяч, но представляете, как я проклинал этого ровшана? И тут я позвонил опять этому, значит, нашему бригадиру, мы договорились, что они будут делать гидроизоляцию, и про гидроизоляцию я расскажу отдельно, в отдельном косте, и, соответственно, мы договорились о том, что у нас уже была траншея, мы договорились о том, что они будут класть, соответственно, дренаж после гидроизоляции. Я нашел в интернете фирму, которая торгует вот этим всем хозяйством, поехал, и фишка была в чем? Значит, смотрите, по-хорошему колодцы, вот эти смотровые, они для чего нужны? Если у вас засор, вы в колодец, то есть вы видите, что туда вода не поступает, вы в колодец опускаете шланг высокого давления, там, из какого-нибудь керхера, и просто промываете, но для того, чтобы, ну, колодец, он должен стоять чуть ниже. Смотрите, у меня, во-первых, уже не было ни бюджета на колодцы, ни, я уже не мог в этом месте, то есть такая была геометрия траншеи, что туда колодец не вставишь, он просто не влезал. То есть, ну, например, в одном месте траншея была раскопана так, что вот была стена, была стена, да, давайте вот это подулом покажу, и траншея, ну, практически вот касалась вот ее вот здесь, то есть, ну, там она книзу расходилась, а вот кверху она там практически касалась. И, соответственно, ну, это пришлось бы опять вот этот вот огромный слой грунта, там, я не знаю, пол КамАЗа лопатами раскапывает, и на это уже не было времени. И поэтому, к сожалению, мы решили заказать, учитывая, что, в принципе, еще раз говорю, дренаж вот для нашего фундамента, он не очень бы нужен, мы решили поставить только один колодец, который был бы таким смотровым, и, ну, хер с ним, то есть, если где-то все-таки оно там засорится, ну, значит, будем раскапывать, разрезать уже по месту и вставлять там какой-то колодец вот такой вот уже по месту, соответственно. Поэтому решили так. Но это неправильно, то есть, так делать не надо колодцы, надо ставить, ну, либо с двух сторон, либо с четырех, соответственно. Мы поставили колодец один, в который мы все свели, и из него потом, соответственно, хотели сделать выход, который пойдет уже в нормальный дренажный колодец. Но это все, естественно, на потом. И уже из дренажного мы думали сбрасывать в, как бы, общий дренаж СНТ. Я поехал в эту контору. Значит, сразу хочу сказать, что трубу саму, она, по-моему, 50 метров, как раз нам хватало, я заказал на рынке УЗа Чехова, и в итоге мне чувак ее довез просто на своем, там, на своей девятке. Просто пихнул в багажник и как-то довез, ну, и я ему за это заплатил, там, тысячу рублей. А вот трубы дренажные, почему две трубы, да, по два метра, почему четырехметровую я взял? Потому что спереди экскаваторщика я попросил копнуть как раз ямку небольшую перед фундаментом, уже было при этом выкопано на три метра. И я попросил копнуть ямку для вот этого колодца, и он козел перекопал. То есть в итоге там получилась яма пять метров. Поэтому трубы просто, ну, одной трубы двухметровой не хватало. Ну, не пять там, я вру на самом деле, ну, четыре метра где-то вот так. Вот, поэтому мне пришлось вот брать две трубы, чтобы полностью вот покрыть это вот расстояние. Есть муфты специальные, с помощью которых можно две трубы соединить в одну. Я покупал, соответственно, муфты. И я догадался, мне хватило мозгов, повезти эту трубу на своей, соответственно, машине. Это я был полный идиот, то есть я ее всунул, трубой, во-первых, я рассарапал потолок, я раздолбил себе магнитуру, и, соответственно, когда ты едешь, труба упирается сзади в стекло, в заднее, да, а спереди она закрывает вот здесь весь вид, и приходится, когда ты едешь, когда ты поворачиваешь направо, вот там чуть ли не вот так выглядывается, ну, то есть трэш полный. Это вообще нифига неудобно. Ну, блин, ладно. Соответственно, трубы я привез, я их возил по одной, там, таскал их, это все было очень геморрой, оно было уже там холодно достаточно на даче. И вот в последний момент приехали рабочие, они сами все это докопали нам, соответственно, траншею, потому что пока они делали гидроизоляцию, они все это засыпали. Они, соответственно, положили трубы. Но, естественно, в итоге уклоны все, они проверяли собаки не нивелирами, а просто на глаз. Но в итоге я понял, что опять я зря заплатил, потому что в итоге я бы это сам лучше сделал. Ну и, соответственно, они положили трубы, соответственно, все это закопали. Вот таким образом у нас уже лежал дренаж. Но, естественно, клали они все грамотно, я проверял. То есть, вот как я вам и сказал, щебень, все это заворачивали, соответственно, в геотекстиль, который я покупал. То есть, тут, да, тут все было по делу. Собственно, вот, давайте я отдельно расскажу еще про гидроизоляцию. Мы там порассуждаем, нужно ли ее делать, не нужно. И, наверное, я вам еще расскажу, соответственно, ну, осталось, вот, серьезный будет каст про обратную засыпку. Да, собственно, и все. У нас остались потом только, ну, каст про планы вот на этот 2017 год и ценники. И я от вас отстану с этим своими строительными темами. И больше их, ну, сейчас у нас февраль. Больше их, ну, наверное, до июня-июля, ну, я так думаю, наверное, не будет. Хотя, может быть, и в июне-июле тоже не будет. Будут касты совершенно другого характера. В общем, вот так, друзья. Всем до новых встреч. Спасибо за внимание. Жмите лайки, репосты. Пока. Пока.